Комиссии по безопасности на дорогах региона на этот раз пришлось собраться вне очереди. Причина – приезд ревизора из столицы. Заместитель начальника ГИБДД Российской Федерации Сергей Добряков в Иванове не собирался оправдывать свою фамилию. Ситуация с дорожной безопасностью в нашем регионе, по его мнению, ужасная. Поэтому цель визита – услышать внятные оправдания из уст региональных чиновников. Сегодня правительство Ивановской области уделяется особое внимание вопросам повышения безопасности дорожного движения. Для достижения поставленных целей на федеральном уровне разработана и в октябре 2013 года принята правительством Российской Федерации федеральная целевая программа повышения безопасности дорожного движения 2013-2020 года, которая является продолжением программы повышения безопасности дорожного движения 2006-2012 годов. В состав новой федеральной программы вошли 71 мероприятие и общий объем финансирования составит более 32 миллиардов рублей. Данным постановлением субъектам Российской Федерации рекомендовано разработать региональные целевые программы, направленные на повышение безопасности дорожного движения, аналогичные федеральной целевой программы. Разработать подобную программу, но адаптированную к Ивановской области, департаменту Андрея Шушкина было поручено еще в декабре прошлого года. Поэтому доклад о туманных перспективах борьбы с аварийностью был прерван Павлом Коньковым. Выполнить строительство трех светофорных объектов в городе Кохмин по улице Ивановской. Нет, это можно сразу же, что сделано, что нет из этого. Павел Алексеевич, это подпрограмма, которая сегодня была утверждена на заседании правительства, поэтому это планы, которые будут реализованы за три года действия данной подпрограммы. Семь месяцев понадобилось на разработку подпрограммы. В 2014 году она уже должна действовать, однако была утверждена только сегодня. Да и то наверняка благодаря визиту важного гостя. Вот вопрос, успеют ли ивановские чиновники реализовать мероприятия, назначенные на 2014 год, за оставшиеся неполных пять месяцев. Это покажет время, а также статистика, которая, к сожалению, пока удручает. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.